Позвольте искренно и сердечно поздравить лично вас, ваших родных, ваших близких с величайшим из праздников истинного христианства, Пасхой нашего Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Наряду со всеми трудностями, тревогами, трагедиями, переживаниями, через которые мы проходим сегодня, проходит многострадальная Украина. У нас с вами намного больше причин для радости, чем у множества людей, которые не имеют того, что мы с вами имеем. Итак, Пасха наша Христос, закланный за нас. Заметьте, что ни какой-то человек, ни животное, ни какое-либо истворение Божие, но именно Христос, Сын Бога Живого, явился этой заместительной жертвой, закланной жертвой за мой грех. Во Вселенной не нашлось никого, никого другого, дорогие мои, кто мог бы удовлетворить Божье правосудие и Божью справедливость. Жертва умилостивления за грех не должна была иметь порочную нить, тянущуюся от первородного греха Адама. Поэтому Иисус Христос, зачатый от Духа Святого, прервал порочную связь, связь поколения Адама, и имел право воссоздать потерянный образ Божий в человеке, у нас с вами. И сделал это, я вам скажу, не божественным словом, да будет, но ценой собственной жизни, пролив собственную кровь. И вот именно это и явилось доказательством его безграничной и безусловной любви. То есть любви Творца к своему творению. Поэтому моя Пасха – это прощенный и омытый кровью Агнца мой грех. И моя Пасха также к этому – это воскресение моего и вашего Господа Иисуса Христа. Вне Пасхи не могло быть прошлого, так как Агнец был заклан от создания мира. Вне Пасхи нет у человека настоящего, так как оно сокрыто и имеет смысл только в свободе от греха. И вне Пасхи нет места нашему будущему, так как вне его нет жизни вечной, но только погибель. Именно поэтому Пасха наш, наш Господь – это центр и средоточие всего. Ветхий Завет указывал на будущее, на предстоящий подвиг пасхального акца. Новый Завет указывает назад и говорит о прошедшем подвиге пасхального акца. Но центральной темой христианской веры является чудо воскресения Иисуса Христа, Сына Божьего. Вне воскресения не могло бы и нас с вами быть. Смерть Сына Божьего, Его воскресение – это основа нашей проповеди. Смерть Сына простила наши грехи и воскресение Сына Божьего подарило нам вечную жизнь. Он сказал, живу я и вы будете жить. Слава Воскресшему и Осана Всевышнему. Представим себе неописумный восторг от нашего с вами участия в брачной вечере Агнца. В книге Откровения написано. Я допускаю мысль о том, что это будет самый длинный во Вселенной стол, за которым есть место всем без исключения. Есть там место вашим родственникам, детям, родителям или друзьям, о которых мы так зачастую много и долго молимся. Я весьма рад поделиться этой новостью громогласно о том, что за пасхальным столом на брачной вечере Агнца есть место всему многомиллиардному человечеству. Но только, кстати, с одним условием. Всякие написано. Кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня мы отмечаем замечательную истину того, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И пасхальное воскресенье, пасхальное чудесное воскресенье служит ежегодным напоминанием, что Иисус умер за наши грехи на кресте Голгофы, был погребен и наутро на третий день воскрес из мертвых. Апостол Павел, кстати, послание к Тимофею во 2 главе, по-моему, в 8 стихе говорит, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидов, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз». Воскресение Иисуса Христа – это величайшее событие, величайшее в христианском мире. Это праздник и торжество, знамение победы над грехом, над смертью. Этот праздник называется Пасхой, то, о чем мы с вами говорим. То есть днем, в который совершен наш переход от смерти к жизни, от земли к небу. Христос воскрес, и для всего мироздания началась истинная весна, так скажу. «Светлое, радостное утро новой жизни, воскресение Господа Иисуса, первая действительная победа жизни над смертью». Как чудодейственны эти слова. Когда мы их произносим или слышим в наших сердцах, я верю, загорается огни святой радости. «Господи Иисусе Христе воскресшим!» И где бы они ни произносились, эти слова, где бы эти слова ни раздавались, где бы ни слышались. Всюду они вызывают такое трепетное чувство и состояние в каждом сердце. От них все ярче вспыхивает пламя веры в душе каждого прославляющего Иисуса Христа, воскресшего Господа. Христос воскрес, мы говорим, с чувством духовного восторга, с чувством благодарности. Да благословит Бог ваши семьи. Всего хорошего. Будьте благословены.